Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков! Западнее и юго-западнее города Опочка наши войска, продолжая наступление, овладели районным центром Калининской области, городом Себеж. Опираясь на широкую развитую линию обороны, прикрывающую подступы к городу, немцы оказывали упорное сопротивление. Советские войска измотали противника, переломили его живую силу и технику. Затем наши пехотинцы и танкисты нанесли врагу сильный удар, взломали его оборону и ворвались на восточные окраины Себежа. В боях за Себеж разгромлены части 329-й и 263-й немецких пехотных дивизий. Взяты в плен свыше двух тысяч немцев, захвачены большие трофеи. Севернее города Дриса наши войска с боями продвигались вперед и овладели районным центром Витебской области, городом Освея. На Брестском направлении наши войска, продолжая наступление, овладели районными центрами Брестской области, городом Пружаны и Шерешев. На других участках фронта без существенных изменений. За 16 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 100 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 94 самолета противника. В севернее и южнее города Алитус противник предпринимал контратаки, пытаясь отбросить наши войска за реку Неман. Советские бойцы отбили все контратаки гитлеровцев и, продвигаясь вперед, заняли 20 населенных пунктов. Противник несет тяжелые потери. Только на одном участке наши части истребили 800 гитлеровцев, сожгли и подбили 9 танков и самоходных орудий. Войска 3-го и 2-го белорусских фронтов, овладевшие городом Гродно, захватили большие трофеи. Захвачены у немцев склады с боеприпасами, запасными частями, продовольствием и военным имуществом. В числе трофеев большое количество паровозов, вагонов с различными грузами, платформ с танками и автомашинами. На Брестском направлении наши части продолжали наступления. Ожесточенные бои произошли в районе города Пружаны. Противник упорно оборонял подступы к городу. Наши танковые и кавалеристские части совершили стремительный и обходный маневр и перерезали все дороги, идущие от Пружан на запад и юго-запад. Группы бомбардировщиков Краснознаменного Балтийского флота под командованием гвардии подполковника Ракова и майора Пономаренко атаковали суда противника в порту Котка. В результате прямых попаданий потоплен финский броненосец Вениум Йойнин водоизмещением 3900 тонн. Военный флот Финляндии располагал двумя броненосцами. Один из них, броненосец Ильмаринин, был атакован нашими кораблями в сентябре 1941 года в Финском заливе и взорвался на минах. Теперь пущен ко дну второй крупный военный корабль финнов. Самолет под командованием капитана Тихомирова потопил в порту Котка транспорт противника водоизмещением в 6000 тонн. Брестские партизаны за месяц спустили под откос более 50 немецких воинских эшелонов. Партизаны отряда имени Александра Невского напали на отступавшую немецкую автоколонну и истребили 120 вражеских солдат и офицеров. Захвачено 100 автомашин, 200 винтовок и много боеприпасов. Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok